Всем большой привет и я снова с вами. Как вы могли заметить, я отсутствовала на канале где-то месяцев так шесть. И на самом деле в это время я не теряла время даром. Как вы знаете, я живу в Германии и уже давно пытаюсь при помощи своего канала и других разных сервисов людям, которые здесь тоже живут или учатся, каким-то образом помогать. И два года назад я создала такое сообщество, которое называется Дочь Совет. Изначально это было не сообщество, изначально это был просто хэштег, по которому все делились какими-то советами и разными полезностями. Но в какой-то момент было принято решение сделать из этого хэштега отдельный профиль, чем я и занялась. Постепенно Дочь Совет превратился в огромное сообщество, в котором можно поделиться разными полезными информациями, узнать что-то новое о жизни в Германии, узнать о каких-то актуальных акциях и так далее. Через какое-то время после создания самого профиля в Инстаграм, профиля Дочь Совет, я постепенно начала создавать группы, а в какой-то момент я решила сделать ему и сайт. Таким образом, Дочь Совет сейчас есть как в Инстаграме, так и в ВКонтакте, так и в Фейсбуке, так и в Телеграме. И также у Дочь Совета есть своя интернет-страница deutsch-совет.ру. Дело в том, что я все свои силы направляю именно в этот проект, поэтому каналом заниматься я практически не успеваю, но я надеюсь, что в ближайшее время у меня освободится минутка для канала, потому что я очень сильно соскучилась, я бы хотела много что рассказать, поболтать и так далее. Действительно, очень не хватает вот этого ютубного, привычного мне монтирования видео каждодневного. Я очень сильно соскучилась, но тем не менее, Дочь проект, фу. Но тем не менее, Дочь Совет, это прямо вот такая вот моя любовь большая, что я абсолютно все свободное время посвящаю именно ему. В первую очередь я стараюсь развивать Дочь Совет в сети Инстаграм, потому что там у нас прям такая компания большая собралась. На профиль Дочь Совет в Инстаграм подписано около 9 тысяч на данный момент человек, и он растет каждый день, каждую неделю приходит по 400-500 подписчиков новых, и он развивается. И мне очень нравится, что в сообществе такая приятная атмосфера царит. У нас есть такая рубрика, например, Дочь вопрос, где может каждый задать тот вопрос, который его интересует, и в конечном итоге получит на него ответы. И также очень много полезных рубрик, например, если кто-то живет в Германии и хочет передать подарок или какие-то документы в одну из ближайших русскоговорящих стран, то это тоже можно сделать. Также есть отдельная рубрика, посвященная поиску работы, отдельная рубрика по предоставлению и предложению услуг и так далее. Также есть бомба всего проекта, это такая рубрика, которая называется «Бесплатные бесплатности». В этой рубрике я выставляю акции, в которых можно получить что-то бесплатно совершенно. Дело в том, что в Германии очень часто можно получить продукцию, товары, электротехнику или бытовую химию на тестирование бесплатно, потому что немцы такой народ, они никогда ничего не купят, если в интернете не будет отзыва о каком-то продукте. То есть они стараются прочитать, узнать о продукте побольше, и только потом они решатся его купить. Именно поэтому очень много предлагается таких акций, в которых ищется какое-то определенное количество тестеров, так называемых, и на конкурсной основе они выбирают людей, которые будут тестировать те или иные продукты, и потом просто нужно написать, например, лицензию. Таким образом люди получают абсолютно разную продукцию. Самое крупное, что получала одна из подписчиков Дальше Совета, то, что я знаю, это был мобильный телефон, то есть ей дали смартфон на тестирование, и потом в конечном итоге она могла оставить его себе. Про косметику я вообще молчу, потому что косметики очень много предлагается, и каждую неделю проводятся новые тестирования. Я для вас нахожу ссылки, по которым можно участвовать в таких акциях, а вы уже участвуете, и, соответственно, в конечном итоге получаете или не получаете продукт. Я для вас просто комбинирую статью, в которой собираю ссылки, то есть это все ссылки немецких разных, достаточно крупных марок и фирм, которые заинтересованы в том, чтобы найти людей на тестирование. На сайте Дальше Совет собрано уже достаточно большое количество полезных статей. Там есть рубрики для студентов, рубрики для мам, то есть на каждую аудиторию есть какие-то свои статейки. Например, из самого полезного, что всем могло бы быть полезно, это информация о том, где купить бюджетно очки в Германии, или как отправлять посылки до 2 кг бюджетно. То есть очень много вот такой информации о том, как экономить, как жить и так далее. На сайте Дальше Совет вы найдете не только статьи, полезные для людей, живущих в Германии, но также подборку русскоговорящих услуг в Германии. То есть если вам нужен какой-нибудь там человек, и вы еще не сильны в немецком языке, но вам нужен в Германии такой человек, то вы можете посмотреть в подборку. Там, в принципе, предоставлено достаточно большое количество полезных всяких услуг. Эта рубрика называется Дальше Слуги. И также у нас есть рубрика, которая называется Дальше Ютуб. Королевой Дальше Ютуба у нас является Марина, которую вы, возможно, знаете под ником Freshmania.de. И Марина у нас отвечает за видео Дальше Совет. Она визуализирует все советы, которые собраны в профиле. То есть она в видеоформате рассказывает вам тоже разные полезности. Эта рубрика у нее выходит каждое воскресенье. Вы можете видео найти как на сайте Дальше Совет, так и у Марины на канале. И, кстати, да, у нее очень много полезных видео, которые я не успеваю снимать. И вы можете тоже к Марине заглядывать, у нее что-нибудь спрашивать, потому что в связи с отсутствием времени я, как вы замечаете, видео пилить не могу несколько недель, в отличие от Марины, которая пашет просто день и ночь и успевает все. Вот. И вы можете смотреть у нее чего-нибудь там полезное, пока я здесь прохлаждаюсь, да, грубо говоря. Вот. Дальше Совет это такая моя детка, которую я очень сильно люблю. Детка, которая живет себе, чего-то там добивается, каких-то успехов, а я за нее очень сильно рада и направляю эту детку. Так вот, и я хотела вам всем предложить, кто здесь у меня есть, если вы еще не подписаны на мой любимый и обожаемый мною Дальше Совет, на мой проект всей моей последней жизни, я очень вас зову, призываю подписаться в первую очередь на Дальше Совет в Инстаграм, а также удобно подписаться на Дальше Совет в Телеграм, то есть выбирайте для себя, что вам удобнее. Дальше Совет есть и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, но дело в том, что самое-самое-самое активное все происходит именно в Инстаграме, поэтому я зазываю всех именно туда. Оттуда вы уже можете попасть всегда на сайт, то есть всегда анонсируются все новые статьи в профиле, все новые какие-то события. Профиль, как я уже сказала, растет. Если посчитать общую сумму всех читателей на данный момент Дальше Совет, это где-то 12 тысяч, и это очень круто, и я даже подумать не могла два года назад, что Дальше Совет так разрастется, и что через два года существования моего профиля люди будут, в принципе, многие знать о его существовании и так далее. Это очень приятно. И если вы еще не живете в Германии, то вы все равно можете подписаться на профиль. Я даже советую в нем немножечко полазить, полистать, что там уже написано на сайте обязательно тоже, потому что информации очень много. И все равно, когда вы переезжаете в новую страну, это огромный шок, потому что все по-другому, все по-новому. Поэтому лучше начинать информировать себя постепенно и постепенно вчитываться в систему, в устройство этой страны. Также, если вы по мне сильно скучаете, то можете подписываться также на мой личный инстаграм. Если вас до сих пор тоже интересует тема моей учебы в Германии, тема моей медийной учебы в Германии, моей творческой учебы, и там я тоже периодически что-то пишу про устройство своей учебы в последнее время, потому что, в принципе, у меня сейчас плотный график, я целую неделю нахожусь в школе. Я думаю, что мне больше просто нечем будет писать, если честно. Вот, поэтому тоже, если вам эта тема интересна, можете вот меня там читать. Я постараюсь здесь что-нибудь, конечно, периодически записывать, и я надеюсь, что у меня найдется на это время, потому что, я как уже сказала, график очень-очень-очень забитый сейчас. Вот, и я надеюсь, что вам понравилось видео. Я надеюсь, что вам был полезен рассказ о моем проекте. И, да, в комментариях можете порадоваться тому, что я наконец-то снова с вами. Все, увидимся в следующем видео и в профиле Дочь Совет. Все, всех целую, всем пока.